Мужчина и женщина 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 как интимно доставляют удовольствие, все как-то одно и то же, одно и то же, и все приелось. И люди начинают искать других отношений, при этом страдают дети. И, к большому сожалению, даже в новых отношениях потом опять наступает та же самая обыденность. Потому что если человек не настроен на то, чтобы что-то метять, не бороться за свои отношения, то, как правило, он наступает опять на те же самые грабли. И то, что было в одной семье, переносит во вторую, бывает даже и в третью, и в четвертую. Были у меня такие случаи, когда один мужчина пытался уже четвертый раз создать семью, и, в общем-то, опять-таки наступало на те же самые грабли, все повторялось то же самое, точно так же, как в предыдущих сценариях. То есть вы хотите сказать, что смертная партнера, она не решает эту проблему обыденности и рутинности интимной жизни? Да, в общем-то, к удивлению, так. Потому что первая эйфория проходит, если человек не умеет выстраивать отношения и не умеет носить красоту и что-то такое, вы знаете, вот именно волшебное, интересное в обыденную жизнь и не умеет бороться за какие-то особенные теплые отношения, все скатывается опять в той же самой рутине, в той же самой обыденности, когда все, как всегда, пришло с работы, ушло на работу, все та же самая жена, та же самая обстановка, все то же самое. И, в общем-то, естественно, появляется желание искать где-то что-то на стороне, но не умея выстраивать отношения и вносить вот эту искорку красоты и необыкновенности в первой своей семье, человек нам вряд ли найдет это во второй. Скажите, а вообще это реально испытывать удовлетворение, радость, восторг от интимного общения на протяжении всей жизни? Или это вот из области каких-то романов, которые вроде бы как рисуют какие-то идеалы? Да, конечно, достаточно много есть художественных произведений, которые описывают такую вот красивую волшебную жизнь, и многие считают, что это далеко от реальности. Я, к моему счастью, знаю достаточно много таких историй и прочитанных мною, интересная история жизни композитора Эдварда Григо, норвежского композитора. Многие композиторы как раз не могли похвалиться таким устойчивыми связями и хорошей семьей. А у Эдварда Григо очень интересная музыка и очень интересная история, очень такая действительно волшебная история. Он долгое время боролся за свою возлюбленную, потому что его тетя, вернее, она как бы сводная его тетя, неродная тетя, это неродная была его кузина, что-то некровное родство было у них. И тетя была против того, чтобы они создали семью, и много пришлось поворотся за нее. И что интересно, что на протяжении всей своей жизни, откуда бы ни приходил, он очень много любил гулять, откуда бы Эдвард Григо не приходил, он обязательно должен был что-то принести своей Нине. Это могла быть еловая шишечка, это могла быть просто красивая травиночка, это мог быть красиво ярко окрашенный листочек. Но он никогда, ни в один день, он не вернулся домой, без того, чтобы принести своей возлюбленной вот такой вот подарочек. И они прожили действительно очень счастливо всю свою жизнь. Поддерживали друг друга, дополняли друг друга. Это счастливое исключение с плеядой жизни композиторов. Но мне посчастливилось наблюдать жизнь реальных людей. Я была восхищена и потрясена тем, как они прожили свою жизнь. Я видела этих двух влюбленных уже в достаточно пожилом возрасте. Сколько им было? Ей и ему уже было за 80. То есть это были уже такие глубокие старички. Где-то это было ближе, это уже к 90 было, потому что они уже такие вот немножко сагбенные. Но это надо было видеть и глаза. Это было что-то необыкновенное. Они действительно ни разу не поссорились. Они прожили очень долгую жизнь. Они при моей бытности сыграли бриллиантовую свадьбу. И действительно надо было видеть и глаза. Это были глаза молодых влюбленных. С какой нежностью они смотрели друг на друга. Это надо было слышать, как они обращались друг к другу. Это столько нежности было. Фамилия у них была Бобу. Это в Молдавии было. И в переводе мой дорогой, ну как-то вот как-то бабочек, вот что-то такое вот как-то. Вот так вот она к нему обращалась. А он к ней моя милая, моя любимая Ленусик. И то есть они не стесняли своих этих чувств и такого своего отношения, несмотря на то, что у них постоянно было много гостей. Я тоже вот приехала, была у них в гостях. Это было настолько приятно, настолько было красиво. И история вообще их любви достаточно сложная. Потому что, вот об этом говорят даже психологи, говорят семейные консультанты, что жизнь, начатая в таких экстремальных условиях, она, как правило, не дает возможности развиться таким отношениям. И тем более, что у них еще и детей не было. Правило, говорят, что бездетная семья, она, в общем-то, не такая крепкая, как семья с детьми. У них не было детей. И начали свою жизнь достаточно, ну, можно сказать, с одной стороны романтично, с другой стороны, она очень трагична. Потому что эта Леночка, она была дочерью очень богатого помещика, необыкновенно богатого. Она была изнежена. У нее была там единственная дочка у своих родителей. У нее там была куча прислуги, куча там всяких нянек. Она была очень такая вся воздушная, красивая. А он был круглым сиротой и пришел наняться, наниматься на работу. Капана ему. Они полюбили друг друга, но отец сказал, что если ты за него выйдешь замуж, в чем-то стоишь, в том-то ты уйдешь. И так и получилось. Он не разрешил ей ни одной вещи взять из дома. Вот одно платье, в котором она была, она в этом ушла. И их приютил другой помещник. Разрешил в конце своего поля вырыть землянку. Можете себе представить, переход из перин, из подушек, из кружев, в общем-то, на земляной пол в том, чем ты одета. У них единственное... Они дошли на мусорке какой-то такой горшочек полуразбитый. У них была одна ложка на двоих. Так они начинали свою жизнь. И вместе с тем прожили вот так вот. И действительно, я вот много раз у них была, и достаточно много времени наблюдала за ними. И они так вот до конца своей жизни пронесли вот это чувство такой влюбленности. Самый главный вопрос, который у меня сейчас вот рождается, как им это удалось? И в этой связи еще один вопрос. Может быть, это такое какое-то счастливое стечение обстоятельств? Это, может быть, исключение из правил? Вот как им удалось, и, может быть, это на самом деле исключение, а не правило? Дело в том, что это удается тогда, когда ты начинаешь думать о другом больше, чем о себе. Когда ты начинаешь любить другого человека не потому, что тебе комфортно с ним, а потому, что ты хочешь, чтобы ему было комфортно с тобой. И когда это идет взаимно, оно так вот и получается. И я могу тоже сказать о себе, что я очень счастливая женщина, потому что мы с мужем прожили 30 лет, и вот не утратили вот эту радость общения друг с другом, восхищение друг с другом. Поэтому это возможно, это реально. Только для того, чтобы... Не всегда же хочется восхищаться. Бывает вот чисто такая рутинная, обычная жизнь, когда ты идешь на работу с работы, просто все обычно. Как вам удалось это сохранить? Потому что мы делали друг другу какие-то сюрпризики. Мы друг другу делали какие-то приятные вещи. Время от времени мы старались все-таки уделять внимание друг другу. Да, конечно, у нас было трое детей, были погодки, были очень достаточно сложно, мы оба работали. Было достаточно много сложностей, много было всякой такой, может быть, действительно, обыденности. Но мы старались находить друг друге что-то хорошее, приятное. И старались заботиться друг о друге. И это невозможно было как-то на это не отреагировать. Скажите, а вот вам хотелось заботиться? Или же были моменты, когда вы, ну, в общем-то, на эмоциональном уровне никаких желаний нет, но вы понимаете, что надо, и вы это делаете? Было и такое, когда ты знаешь, что это надо. Такое тоже было естественно, что ты понимаешь, что надо, и ты это делаешь, потому что это твоя обязанность, это твоя необходимость. Но, знаете, вот мне очень смущает вот такая фраза «супружеский долг», потому что это не долг. Может быть, это ответственность была более правильно. Когда ты несешь ответственность другого человека. Но это должно быть твое желание сделать другого человека счастливым. И когда ты об этом думаешь, и когда ты вот именно думаешь, в первую очередь, о другом человеке, оно получается, что, ну, не может быть обыденности. Когда ты думаешь о том, что тебе плохо, думаешь о том, что тебе что-то там тебя не устраивает, тогда действительно оно становится все-таки монотонным, рутинным и неинтересным. А когда ты выискиваешь и ищешь возможность сделать другому человеку приятное. Вот я сколько буду жить, буду помнить, как я уезжала в командировку рано утром и постаралась очень тихонечко встать, чтобы не разбудить супруга. А он все равно проснулся и говорит, смотри, я тебе там сделал бутерброды на столе, не забудь, ты рано утром едешь, ты не успеешь сейчас нигде позавтракать. Вот и так это было всегда. Но разве это может оставить равнодушным и не родится ли желание в ответ, что же сделать что-то приятное, правда ведь? Вот такая забота. И вот эта вот постоянная забота друг о друге, желание сделать другому человеку приятное, оно разбивает вот эту обыденность. То есть бутерброды и интимная жизнь очень тесно связаны. Очень тесно связаны, потому что никогда ночью не может быть хорошо, если было плохо днем. Точнее ночью это предложение дня. И тесные интимные отношения, они раскрашивают то, что было раскрашено днем. И днем, если было что-то приятное, хорошее, оно обязательно даст отлик ночью. Предположим, семейная пара зашла в тупик в своих отношениях, и их ничего не радует, их не радует интимная жизнь, у них все как всегда, как обычно. Можно ли надеяться на то, что муж будет, условно говоря, делать бутерброды, жена будет делать что-то в ответ, это как-то повлияет на их интимную жизнь? Нет, дело в том, что если они так друг о друге заботятся, то, как правило, не заходят в тупик. В тупик заходят... Нет, не заботятся. А, если не заботятся, не заботятся, да. Опять-таки, то, что в моей практике был такой случай, был один очень авторитарный мужчина, он был начальником на очень большом каком-то предприятии, много людей у него было, он был очень такой вот занятой человек, и, в общем-то, практически он не уделял внимания семье совершенно абсолютно, и жена начала понимать, что, в общем-то, их отношения заходят в такой тупик, когда, в общем-то, пришел, ушел, здрасте, до свидания, все, и на этом конец. Он весь в своей работе, уставший, приходит, только поел, там, почитал газету или посмотрел телевизор, и все, на этом все заканчивается. И она решила все-таки как-то это раскрасить. И она стала делать такие вот интересные вещи, семь лет она это делала, можете себе представить, это ни день, ни два, ни три, семь лет. Без отдачи. Без отдачи, да. Она знала, что он любит шоколад, и она ему подкладывала какие-то вкусные шоколадки. Когда она уходила раньше из дома, она написала сердечки с красивыми какими-то там обращениями, что вот в холодильнике вот именно там вот это тебя ждет, вот это эти, вот приготовила то, что ты любишь там. Вот это, ну, фантазия у нее была очень богатая, и вот она семь лет, вот таким вот образом она пыталась достучаться до этого мужчины. И через семь лет она однажды просыпается утром, и через вот трюмо, вот полностью вот так вот снизу наверх, ее губной помадой написано «Я тебя тоже люблю». И это стало переломным моментом в их жизни. И потом я их встречала на одном интересном мероприятии, где были приглашены разные супружеские пары разных возрастов. Их пригласили как уже такую же опытную супружескую пару. И он говорит, ну, как же я мог столько времени потратить и не видеть, какое сокровище у меня рядом со мной живет. То есть, вот такие вот вещи сумели изменить отношения в семье. Важно, чтобы хотя бы один кто-то захотел это перебороть. Вот если кто-то видел фильм «Огнеупорный», там очень интересно показана вот эта картинка, когда отношения заходят в тупик, когда уже ничего не радует, когда дело уже попахивает разводом. Вот кто не видел, я рекомендую посмотреть, потому что там интересный дневник, в котором прямо расписано, что нужно делать каждый день для того, чтобы что-то изменить в семейной жизни. У меня есть этот дневник, и я нескольким мужчинам давала этот дневник, и они пользовались. И, слава богу, действительно очень хорошие результаты. Ну, знаете, фильм фильмом, а вот мне интересно, вообще на практике это работает? Так вот я же говорю, что я дала этот дневник нескольким мужчинам, и сработало очень хорошо. Действительно изменились отношения. Достаточно даже, чтобы один кто-то в семье захотел изменить эту рутину, что-то изменить в семье. А в чем суть этого дневника? В том, что каждый день либо муж, либо жена, кто вот хочет изменить что-то, делает какие-то интересные вещи, делает какие-то сюрпризы, делает что-то приятное, находит возможность как-то вот именно разнообразить вот этот быт, уже заевший силы одного и другого, пытается изменить что-то в отношениях, пытается изменить что-то в жизни вообще. И когда человек понимает, что развод невозможен вообще, то есть это очень важно, чтобы муж и жена понимали, что нельзя решить проблему развода. То есть развод – это не та мера, что нужно что-то делать для того, чтобы спасти брак, что нужно за брак бороться. Вот важно, чтобы хотя бы один из супругов захотел бороться за брак. И тогда с Божьей помощью это получается очень хорошо. Вы верите в то, что отношения, которые зашли в тупик, и супруги просто терпеть друг друга не могут, что усилия одного человека могут воскресить отношения? Дело в том, что, конечно, лучше, чтобы это было вдвоем, но даже если один человек предлагает усилия, это все равно возможно. Я очень благодарна Богу за то, что опыт одной семьи. Мы год приблизительно работали, там муж был инициатором, и потом через некоторое время мы встретились, он говорит, что у нас медовый месяц. Я очень благодарна Богу. А сколько они прожили в браке? Они достаточно долго прожили, потом у них был очень большой кризис, и в конце концов этот кризис они преодолели, и наступил у них вновь медовый месяц. И мне хотелось бы закончить нашу встречу сегодня такой интересной фразой. «Интимное общение мужа и жены при их взаимной любви друг к другу может стать бриллиантом прекрасной оправи». А все тоже желаю, чтобы это получилось. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже вам желаем, чтобы ваша жизнь интимная в том числе стала настоящим бриллиантом. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова